Повышение соцвыплат для детских ветеранов и детей войны. К 75-й годовщине победы им будет увеличена сумма материальной помощи. К 9 мая ветераны получат 1 тысячу гривен вместо 600. С такой инициативой на сессии Горсовета выступила фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. Решение поддержали представители всех политических сил Горсовета. Данный вопрос политсила поднимает ежегодно. Я считаю очень важный вопрос, который был инициирован совместно всеми фракциями. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова активно принимала участие в этом вопросе. Это выплаты к 75-й годовщине победы. Наших бабушек и дедушек, людей, которым мы благодарны своей жизнью, с каждым годом, к сожалению, остается все меньше и меньше. Поэтому наша задача сделать максимум от себя возможного, каждый, чтобы помог чем может. Во время сессии речь зашла и о танкере Делфи, который еще осенью прошлого года потерпел крушение в районе пляжа Дельфин. Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова обратились к губернатору Одесской области с требованием убрать танкер с пляжа. Данный вопрос ранее рассматривался на заседании фракции. Мы, депутаты Одесской морской рады, не можем оставаться осторой данной проблемы, поскольку одним из наших задач является обеспечение эффективной работы морегосподарского комплекса и дотримание норм и вымог, что это за побегание забруднению и засмечению внутренних морских вод и территориального моря. Отмечу также, что на сессии Горсовета поддержали вопрос о присвоении народному артисту Украины Георгию Делиеву звания почетный гражданин города. Ранее ученый Совет Международного гуманитарного университета во главе с президентом ВУЗа Сергеем Киваловым единогласным решением выдвинули кандидатуру Делиева к присвоению высокого звания. Соответствующее решение должна теперь утвердить профильная комиссия. Окончательное решение принять депутаты на последующих сессиях. У Георгия Делиева действительно большие заслуги перед Одессой, особенно в плане творчества. Все помнят его передачу «Маски-шоу». И это, наше, скажем так, культурное наследие не только Одессы, но и Украины. Я думаю, что он вполне заслуживает. С лета 2019-го Георгий Делиев – член коллектива Международного гуманитарного университета. Он обучает студентов по специальности – странно-джазовый вокал и артист музыкального театра.